Добрый день Добрый день Добрый день Добрый день Добрый день Добрый день Сейчас опасный момент у ворот хоккейного клуба «Саров Инвест». Хороший бросок с пятака. Алексей Суровегин выручает свою команду. Выводит хоккейный клуб «Саров Инвест» шайбу из своей зоны. 55-й Парфенов Владислав. 57-й Савинкин Игорь. 71-й Бабнев Сергей. 87-й Селякин Ярослав. 89-й Парфенов Вячеслав. И 91-й Калинин Сергей. Вот такие составы играющих сегодня команд. Ворота в хоккейном клубе «Саров Инвест», как я уже говорил, защищает Алексей Суровегин. А у хоккейного клуба «Уран» Александр Пиманкин. Игра будет сегодня, я думаю, очень напряженной, так как решается вопрос о том, кто получит медали. Третьего места. Все получит бронду. Первый матч для хоккейного клуба «Саров Инвест». Дзержинский начался очень неплохо. Команда после первого тайма выигрывала 1-0. Но, к сожалению, потом проиграла со счетом 1-3. И нелегко было. Хоккейный клуб «Уран» в прошлом году стал победителем чемпионата Нижегородской области в высшей лиге средневежческих команд. Поэтому не зря он держал призывание обладателя чемпиона. Команда очень опытная. Не первый год поступает в высшие лиги области. И никогда еще не оставалось без призовых мест. Поэтому игра будет напряженной. Я думаю, что очень интересно. Атакует пока хоккейный клуб «Сдержинска». Здесь в Овегину. Вновь зажимает шагу ловушкой. Если хоккейный клуб «Саров» сегодня сможет выиграть дома, то завтра им придется ехать в «Держис» для решающей встречи. Он уже определит, что займет третью строчку в первенстве. Но может быть сегодня все закончится для обеих команд. И выделится победителем. Вывод из «Саровчания» шайбы в своей зоне. Хлепнёк. Уходит по краю, уходит в центр. Оставление на Зазнобин. Обросок поворотом. И Манкин вступает в игру. Большая спичка на пятачке. Выигрывает «Саровчание» вбрасывание. «Селякин» бросал поворотом. Миронов мешал ему в броске. Поэтому шайба попала в «Градистую сетку». Выводит «Держис». Держис. Держис. Шайбу из своей зоны. Поликопию обратно возвращает достаточно быстро. Передача, к сожалению, не доходит до пункта назначения. Перехватывает ее вновь Миронов. Так или иначе, «Саровчане» пока давят. Давят. Видите, что... С упором идут. Поворотом. И Манкина. В составе Держинска много, конечно, игроков, которые уже заметили, наверное, вы или нет, поиграли не только на сезонах чемпионата области, но и также в чемпионате России, такие как Марыгин, Киманкин, Миронов, Космачев. Опять же, буквально недавно Ямкин, Прочук. Многие из них даже успели поиграть в хоккейном клубе «Саров» по высшей лиге. Поэтому команда такая достаточно именитая у доопечных «Саров» и «Саров» у места сегодня. Очередной бросок. Медведев бросал повороты. Он также выступал в покеренном клубе «Саров» по высшей лиге. Поэтому, наверное, будет очень нелегко. Очередной раз. Простите, хоккейный клуб «Саров Инвест». Чуть не бросок поворотом. Шайба проходит рядом с штангой. Не удается Саровчену пока шайбу в свою зону выбросить. Савинкин. Никто не нападает в него. Передача на Калинина. Теряю в средней зоне шайбу хоккейсты «Саров Инвест». А Медведев. Скидка. Бросок поворотом. Шайба уходит за пределы и на площадке. Выигрывает вбрасный Константин Поляков. Сейчас Саровчане атаку. Не проходит сейчас передача на Калашникова. Сейчас шайба Григорий Иванин, который также играл в филе «Босорок». Но тогда еще это была первая лига. То есть многим хоккеистам из команды «Уран» площадка знакома. «Уран» площадка «Уран» площадки 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 «Уран» Истаков бросил к поворотам Истаков бросил к поворотам Истаков бросил к поворотам Истаков неплохо бросал сейчас к поворотам Попал он в плечо Пиманкину Атакуют, атакуют сравчане Не хотят уступать Катухин Выпускает шагу по борту Истаков Передача бросок поворотам Попывает Пиманкин сложиться Положить щиточек Неплохие атаки проходят Как у Сарок-Инвеста, так и у Дзержинска Еще пока не открыт Питер По краю нужно бросать Бросок поворотом вверх он проходит Хороший силовой прием в исполнении Дениса Федосова Ведев Иванин Спевает лечь под бросок Руслан Зазнобин Шага попадает ему в коньки Уже Дзержинск Плечит своими атаками Очередной бросок, поворотом успевает Алексей Суворовегин среагировать. Калашников по краю в ходе передачи на Селякина, бросок, поворотом попадает шайба в коньки. И запуталась она у борта, гремеет, бросок от сани линии попадает шайба в Миронова. Хороший хоккей показывает сегодня клубы команды. Браслые зоны хоккейного клуба Саров Инвест. Выводит шайбу из зоны Саровчане. Здесь возможность поменяться. Калатухин, Молопеев, бросок в зону. И атака Урана уже проходит. Бросок поворотом. Это ловушка Алексея Суворовегина. Наброс на ворота, а шайба попала в кого-то из игроков. Латухин. Не торопится начинать атаку с Саровчане. Кристофов. Вход в среднюю зону. Здесь у одного из игроков. Какой-нибудь выбор Уран. Медведев под ссок поворотом. Наброс на шайбу проходит мимо. Сейчас опасный момент. Липнев. Здесь возможность обыграть защитника. Выйти на пятачок. Что и происходит. Бросок поворотом будет. Да. Шайба попадает в штангу. Шайба. К сожалению, не удается пока Саровчанам открыть счет в матче. Есть хорошие моменты. Коснулась, кажется, шайба. Потолкали до дворца. Здоровье. И Бросок не будет в средней зоне. И Бросок. Сильно свою зону. Ух, так опасно. Шайба сейчас отскочила. И Пиманкин, по-моему, не был готов к такому развитию событий. На второй заход идут кокеисты Держинска. Играет, что я был, Медведев. Проходит в среднюю зону. Бросок поворотом за синей линией. Такая проверка Алексея Суроведина на вшивость. Немножко приутихла игра. Пойдем. Держит шайбу Держинска. Просок поворотом. И низом под щитком проходит шайба у Алексея Суровегина. Не совсем он был готов к такому моменту. А, там рикошет был. Андрея Калашникова от конька шайба. Верхом пошла. Фильм я это на повторе. Ну что ж, Держинска... Верхом, простите, открывает счет сегодняшнего матча. Степана Вырина, номер 86-й. Шайба забросила... Автором заброшенной шайбы становится... ...номер 22-й. Безулов. Очень много бросков сейчас поворотом Алексея Суровегина. Ну что ж, времени еще достаточно. Может быть, удастся быстро отыграться в океанной клубе Суров-Инвест. Плохой обдружь от Руслана Зазновина. Входит по краю. Прошла передача на Клепнева. Шайба еще и Суровчан. Не зря в обдружь пошел сейчас Сергей, но шайба за собой сохранил. Шайба уже в зоне хоккейного клуба Суров-Инвест. Начинает атака Константин Поляков. Неточные передачи сейчас. Волков неплохо перехватывал в центре площадки. Геремеев. Выдачная Федосова. Не удалось Суровчану выйти из зоны. Палашников. Клубе сейчас подбирает. Проходит в среднюю зону. Скидка на Селякина. Какая шайба запуталась. Как в паутины. И досталась хоккеистам Дзержинска. Малатвеев. Проходит в среднюю зону. Немного не прошла передача сейчас на Селякина. Абсолютно один он оставался. С Пиманкиным. Морыгин. Просок по воротам. И вторая шайба уже в воротах хоккейного клуба Саров Инвест. Но тут совсем, наверное, такие шайбы не берутся. Чуть прошел синюю линию. Обратите внимание. Прям точно в девятку отправляет вторую шайбу. В первом пубьуде Андрей Морыгин. Андрей Морыгин номер 13. Да. Это начало. Очередная атака. Бросок по воротам. И третья шайба уже в воротах хоккейного клуба Саров Инвест. Да, не задался, видимо, где у нее Алексея Суровегина. Даже непонятно, как она прошла там. Не совсем хорошее начало. Спередача Алексея Чебко номер 33. Легнев. Легнев. Бросок по воротам. Успевает Пиманкин среагировать. Легнев. 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 Масло сейчас проходит. Волков через оборону хоккейного клуба Саров Инвест. Очередной бросок. Легнев. Легнев. Команда не развалилась у Саровчан. Как-то совсем неудачно начался матч для нашей команды. Легнев. 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 Три пропущенные шайбы за столь короткий отрезок времени. И тем временем Алексей Суровегин украсил на скамейку запасных. Его место в воротах занял Александр Малов. Легнев. 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 Иранов будет первый на шайбе. Разбешай бы выводить с Ровчаном. Что-то необъяснимое. Это варится в обороне хоккейного клуба Саров Инвест. Очередной бросок мог быть. Такой опасный момент сейчас. Селякин. Вставляет шайбу в зоне хоккеиста Саров Инвеста. Чужой. Пока атаки слабо получаются. Наброс на патачок. Нет там никого. Селякин абсолютно один был, но помешали ему бросить. Чужой бросок от Держинска. И шайба покидает пределы хоккейной площадки. Иванин. Вбрасывал шайб обратно в зону. И Александр Малов вступил в игру. Выиграет ДРАСКО СРОВЧАНИ. СТОКОВ НА МАЛОКЕЕВА. СТОКОВ НА МАЛОКЕЕВА. Хорошая передача сейчас была на Никиту Хлистакова, но... Бросок. Вставляет шайбу хоккейиста Саров Инвеста в зоне в чужой. Да, подзажали немножко Держинск. Латухин. Клепнева. Клепнев. Своей зоной идет в обыгрыш. Теряет шайбу в средней зоне. Хорошо, что остается она опять же хоккейистом Саров Инвеста. Последнюю минуту первого периода. Тем временем остается последняя минута первого периода. Вот, я думаю, вы видите на табло. Пока Саровчанам не очень везет. И напор, и атаки. Держинска не останавливается даже при таком счете. Выигрывает Саровчанин вбрасывание. Федосов. Не могут пока Саровчанин шайбы в свою зону вывести. Опасный момент очередной раз. Теперь уже ворот Александра Малвова. Уигряется Саровчане шайбы в свою зону вывести. Латухин. Бросок по воротам. Куманкин спасает свою команду. Пропущен шайб. Латухин. Удачный пятачок. Нет там никого. Сергей Калинин в борьбу. Закончился первый период. Не в пользу нашей команды. Латухин. Йогос. Бат below. Вот稱 д